Экстренная новость это то, что в Соединенных Штатах Америки произошло покушение на Дональда Трампа, бывшего президента Соединенных Штатов Америки, который еще не есть кандидатом, но он наверняка будет. Хотел бы вас расспросить детали. Сергей, как так случилось, что такой топ человек в мире, который там проводит агитацию, все прекрасно понимают, что он цель номер один. И в 150 метрах от него 20-летний какой-то парень 10 раз стреляет, попадает в Трампа, но кажется, там только зацепило ухо, насколько я знаю. Вся эта обстановка давайте проговорим и что вы по этому поводу думаете. Ну, по этому поводу, еще до эфира мы с вами немножко посмеялись, потому что вы сказали, вы теперь скажете, что вот я вот в этой книге написал, что будет покушение на Трампа. Я не мог удержаться, чтобы это дело не вспомнил. Нет, там у меня покушение есть, но не на Трампа, и не скажу на кого. И, кстати, не покушение, а удавшееся убийство, но не скажу на кого. Ликвидация. Вот, ликвидация, да. Вот, ну, в общем, пока что очень мало информации на самом деле достоверной, да, потому что надо понимать, что идет следствие, надо понимать, что следственные органы придерживают информацию, и надо понимать, что мы живем в мире, в котором фейки могут быть похожи на правду, как две капли воды, в которой можно придумать все что угодно, в которой можно организовать все что угодно и так далее. Вот, поэтому, вот вы говорили, что там парень попал в Трампа, а кто доказал это, потому что нет еще баллистической экспертизы, нет еще проведенного определенного анализа, значит, сколько патронов он выпустил, куда он выпустил. Может, он стрелял холостыми, да, может быть, Трамп просто, знаете, в Голливуде есть такая вещь, у него там, может быть, в кармане была такая пластиковая, значит, упаковочка с кровью, и он ее просто надорвал рукой. И когда сидел под пюпитром, потому что он очень быстро очутился внизу под пюпитром, и достал эту пластиковую упаковку, себе помазал ухо кровью, и все, и до свидания. А потом скажут, что стрелок в него стрелял. Вот, потому что там уже начались разговоры, я просто сегодня уже с утра немножко слушал других экспертов, вот, допустим, есть в Америке там Сергей Любарский такой есть человек, у которого есть свой канал, который, в принципе, очень разумный человек, который уже начал говорить, что Трампу отстрелили одну треть правого уха. Вот, что, в общем, вранье абсолютное, потому что никакого отстрелянного уха у Трампа нету, Трамп уже потом съездил в какую-то больницу близлежащую, ему просто обработали перекисью водорода, значит, эту самую ухо, наложили там, я не знаю, там, повязку какую-то такую, даже не повязку, а, может быть, пластырь такой небольшой, цвета кожи, и все, и вечером он уже, когда спускался в Нью-Джерси с трапа самолета, у него не была переметована голова, он абсолютно как огурчик ходил, у него ничего не произошло абсолютно со здоровьем, абсолютно ничего, и по этому поводу возникает, естественно, вопрос, кому это выгодно, а это выгодно, безусловно, Трампу, потому что, если бы его убили, тогда понятно, что это было бы настоящее покушение. А поскольку его даже не ранили, потому что у него просто там какое-то кровотечение немножко пошло какое-то время, вот, то теперь понятно, что это выгодно абсолютно ему, одному, вот, что у него теперь, значит, получается такой ореол мученика, в которого, значит, там вот какие-то нехорошие люди стреляют, до этого они его там пытались засудить, до этого они пытались его заставить замолчать, а теперь даже вот в него стреляют, и по этому поводу, естественно, за такого человека будет голосовать немножко больше людей, чем за преступника уголовного, которого осудили уже по 36 пунктам обвинения, должны ему назначить были, могли ему назначить чуть не 136 лет уголовного заключения, а теперь, значит, получается, что он такой герой, значит, и выжил, и так далее. Вот, так что, в общем, история вся, пока что нет в ней ничего понятного следствия, кстати, в этом смысле, вот я слушал пресс-конференцию ФБР и местной полиции, они были очень-очень осторожны. Они, кстати, не хотели называть даже фамилию этого стрелка, это потом все просто утечка, потому что в Америке все покупается за деньги, и любой человек, который услышал где-то недалеко фамилию, наверняка какая-нибудь там компания, но это был, значит, New York Post, который тут же опубликовал, значит, его сказали, что 20 лет, и нашли уже его видео, и нашли его там какую-то историю, там, и так далее. В Америке это все очень быстро, и это понятно, что это сливается, конечно, самими же полицейскими и следственными оргами ФБР, хотя вот на официальной пресс-конференции Secret Service, например, не присутствовала, они сказали, что они не хотят ничего комментировать на эту тему, вот ФБР, значит, специальный агент, который выступал от имени ФБР, был очень осторожен, сказал, что мы сейчас все расследуем, конечно, естественно, там сейчас все обследуется, сейчас это место отцеплено, оно является местом преступления, там сейчас работают, значит, соответствующие службы, там, какие-то эксперты, там, и так далее. Вот поэтому сейчас в этом смысле пока еще ничего по-настоящему проверенного нету, вот, и всякие версии возможны, в том числе и сценировка такого покушения, что мы видели по Голливуду многократно и по жизни тоже. Да, Сергей, я тоже хотел сказать, что это большая политика, и там все возможно, нельзя отбрасывать какие-либо варианты, даже сами циничные, да, могут подумать наши зрители, что как сам, да, такое бывает, история тоже такое видела. Также хотел бы спросить, Сергей, мы прекрасно знаем, неоднократно и в Соединенных Штатах Америки заявляли, что Российская Федерация, Путин, Кремль непосредственно вмешиваются и в выборы, и в процесс выборов, да, в Соединенных Штатах Америки. Как вы считаете, могут ли быть причастны к этому спецслужбы России? Хотя раньше якобы говорили, что Трамп более приятный президент, более лучшая кандидатура для Путина, нежели Байден. Ну, я не думаю, что российские спецслужбы к этому имеют отношение, потому что, откровенно говоря, и у Трампа у самого достаточно заинтересованности и возможности, чтобы организовать самому без всяких российских спецслужб такую вещь. Вот, хотя, конечно, лучше, если это делают третьи силы, потому что вот у нас во Франции были такие истории, когда президент Франции Метеран, вернее, он тогда еще не был президентом, он был еще политиком, который выставлял свою кандидатуру или готовился выставить ее в президентские выборы в 70-е годы, он организовал покушение на самого себя, вот, нанял там людей за деньги, вот, развернул из компании, значит, там, газеты, газетные статьи были, он стал звездой, потому что, значит, не состоявшиеся покушения, вот, а он же выставлял себя чуть ли там не героем сопротивления во время Второй мировой войны и так далее, а потом выяснилось, что все это дело постановка, вот, и он стал, в общем, такой жалкой фигурой, что, кстати, не помешало ему через несколько лет избраться президентом Франции и даже отсидеть на этом сроке вполне себе успешно два семилетних срока, то есть 14 лет и так далее. То есть, на самом деле, вот этот цинизм, с которым все это дело делается, это, как вы сами понимаете, неоднократно мы видели в жизни, мы, я вам напомню, что Путин сам приходил так к власти, потому что, когда Ельцин из него сделал премьер-министра, то он вместе с Патрушевым организовал взрывы домов, убил там больше 400 российских мирных граждан в нескольких городах, и вот последний четвертый акт или там пятый теракт сорвался в Рязани, всем это известно, рязанский сахар, так называемый, гексоген, который, значит, которого хотели взорвать многоэтажку в Рязани, но бдительные граждане поймали за руку оперативников ФСБ, а Патрушев потом говорил, значит, врал на голубом глазу прямо перед камерами, что говорил, что никакой это не гексоген, это сахар, никакая это не попытка взорвать дом, а просто учение, проверили, так сказать, местную полицию и так далее. Так что история знает сколько угодно таких историй, вот, ну, естественно, Российская Федерация сейчас будет искать украинский след, конечно, вот, точно так же, как вот вы спрашиваете, а если может быть там российский след, вот, но россияне скажут, там обязательно есть какой-нибудь украинский след. Ну, кстати, Сергей, вы будете смеяться, но уже в Твиттере, сейчас это называется, Икс, уже пишут, что тот, кто стрелял, он причастен к Азову, но неудивительно, это уже Азовец, это уже Азовец, это те, против кого борются в Кремле. Дальше хочу говорить с вами о СССР, но уже без Трампа. Стало известно, да, это же еще раньше, что Колокольцев якобы летал в СССР, также Ллойд Остин, глава Пентагона, дважды за последний месяц уже имел контакты с Белоусовым, новым Минобороны Российской Федерации. Почему такие контакты, Сергей, в чем могут быть причины таких вот теплых, ну, не теплых, но отношений и коммуникаций? И хотел бы вспомнить Колокольцева, Нацгвардию, Золотова. Это те структуры, которые стоят более влиятельные на Россию, мне кажется. Путин им помогает в этом, но не может ли это сыграть плохую шутку против Путина, потому что силовые блоки уже очень сильны в России, извините за эту автологию, что они могут нести уже угрозу и самому Путину? Ну нет, давайте здесь разделим все эти истории. Колокольцев, министр внутренних дел, который, кстати, считается хромой уткой, который считается, что его... Там некоторые люди, вот там Валерий Дмитриевич Соловей, генерал СВР, уже лет пять говорят о том, что не сегодня-завтра Колокольцева уволят. Но его все-таки никак не увольняют, не увольняют, и он сейчас, если посмотреть на состав правительства, то вот когда Шойгу сейчас перестал быть министром, он был самым старым министром. Теперь самый старый министр в окружении Путина – это Лавров, он 20 лет уже сидит на своем месте, а следующий – Колокольцев, он 14 лет на своем месте сидит. И за эти 14 лет там половина срока говорят о том, что его не сегодня-завтра уволят. Но, тем не менее, он на самом деле не является очень близким человеком к Путину, то есть это недоверенный человек, это просто министр, у которого в подчинении, безусловно, большое количество людей, он выполняет там свои какие-то задачи, но у Путина для каких-то секретных и для особых задач есть совсем другие структуры. Вот вы говорили о том, что там в Золотове, потому что Золотов – это человек, безусловно, более близкий Путину, потому что это его бывший охранник, которому Путин поручил эту самую гвардию. Есть у него еще несколько охранников, там их насчитали 13 человек, которые все получили какие-то государственные должности, в том числе Дюмин, например, последний бывший губернатор Тульской области, который стал помощником президента. То есть на самом деле там есть люди без всякого Колокольцева. И Колокольцев, который летал в Штаты, он летал, вот я совершенно не верю ни в какой там план, который мирный, который якобы от Путина он повез куда-то там в Штатах и секретно его передавал там Салливанову или еще кому-то. Вот в это все дело я абсолютно не верю. Он ездил абсолютно понятно, зачем он ездил. Была конференция такая, саммит, руководители органов внутренних дел под эгидой ООН и Интерпола. И он как руководитель Министерства внутренних дел, он туда ездил и, кстати, пользовался в этом смысле дипломатическим иммунитетом, потому что он находится под санкциями. Тем не менее, его пустили точно так же, как Лаврова пускают на заседание Совбеза, потому что когда что-то организуется, организация Объединенных Наций в Соединенных Штатах Америки, то США не могут не пропустить туда никого. Они пропускали туда и Фиделя Кастро, они пропускали туда и северокорейцев всяких, потому что они брали на себя обязательство, что эта организация, которая будет, штаб-квартира, которая находится в Соединенных Штатах Америки, они будут пропускать туда всех людей, которые формально имеют право там выступать и так далее. И поэтому Колокольцев принимал участие просто в такой международной тусовке большой руководителей органов и, в общем, выполнял просто свою прямую функцию международную. И ничего другого за этим, по-моему, не стоит. И это не тот человек, которому Путин поручил бы какое-то сверхсекретное задание, потому что для этого у него есть другие совершенно люди. Вот. А что касается, о ком, вот мысль потерял, про кого мы там еще говорили перед этим? Колокольцев, визит, Путин, золото. Мы проговорили уже, нет? Звонки. Ага, Байдосин. Помнил. Значит, звонки министра обороны – это совсем другая штука. И это, значит, первый звонок прошел по инициативе Соединенных Штатов, второй по инициативе Российской Федерации. То есть такой алаверды произошло. И на самом деле вот эти звонки – это обеспокоенность военных историями с атомным оружием и с взаимными угрозами и эскалацией войны вокруг войны в Украине. Вот. Просто министра обороны, вот это давнишняя история, это еще с Карибского кризиса, который Путин, кстати, попытался тут ремейк устроить, потому что он послал атомную подводную лодку и два крейсера на Кубу, чтобы напомнить американцам, что вот есть такая возможность, что они могут туда, там получить ядерное оружие. Но, правда, оговорились, что на ней ничего нету, и на крейсерах ничего нету, никаких ядерных боеголовок, чтобы не повторялся впрямую Карибский кризис. Но, тем не менее, Путин с этим играется. И вот когда он с этим играется, то американцы, в принципе, они люди серьезные, в отличие от Путина, и они поэтому, значит, Ллойд Осин позвонил Белоусову, чтобы ему сказать, что типа, парень, поскольку я знаю, что у вас система такая, что у вас три человека обладает ядерной кнопкой, и, значит, вы должны там вместе все собраться, чтобы наносить какой-то удар, и это президент Российской Федерации Путин, это начальник Генштаба, это министр обороны. И вот я к тебе, как к министр обороны, обращаюсь и говорю себе, что Соединенные Штаты Америки не собираются, не готовятся к никакой ядерной войне, никакой войне с Российской Федерацией. Мы с вами не ведем войну. Мы помогаем украинцам оружием и ничем большее. Все. Это вот единственное, что мы делаем. Вот. И мы себя не ощущаем в состоянии войны, и ваши истории, и ваши разговоры, ваши спекуляции по поводу того, что Россия против России, там идет НАТО, и США собираются нападать на Российскую Федерацию, понижают, значит, какие-то там уровни оперативного использования тактического ядерного оружия. Вот это все, когда Российская Федерация озвучила, то американцы позвонили и сказали напрямую министру обороны, министр обороны Соединенных Штатов Америки, сказал, что мы военные американские, не получали никаких приказов от нашего президента, и сами ничего не делаем абсолютно. У нас есть прямой телефон, если ты сомневаешься, можем звонить каждый день друг к дружке. И самое главное, что не иди на поводу у твоих сумасшедших идиотов-политиков, и прежде всего Путина, что если у тебя будут сомнения, ты звони мне, а я звоню тебе. И мы, как военные, можем всегда разрулить этот вопрос. Вот что касается звонков Ллойда Осина и Белоусова. Также город Путина, господин Сергей. Вот что известно, что в Санкт-Петербурге стрельба на Комендантском проспекте. Вот непонятно, что, куда и как. Только видно, что люди с оружием в камуфляже стреляют, казалось бы, Санкт-Петербург, там, мегаполис. Как вы считаете, такое может быть постоянным явлением, ввиду того, что возвращается много оккупантов с войны в Украине, и они будут думать, что им немножко больше позволено, нежели другим? Да, в Российской Федерации, ну, во-первых, без всякой еще широкомасштабной войны в Украине были проблемы регулярно, потому что там были и теракты, и исламистские какие-то группировки действуют. Мы это видели недавно в Дагестане, мы это видели в Крокусе, в Москве, то есть на самом деле это постоянно есть. Плюс не надо забывать, что есть еще просто преступное сообщество, это люди, которые там бандиты, у которых тоже есть вооружение, а когда в стране идет война, то оружие ходит, естественно, гораздо активнее, чем оно ходит в мирное время. Оно и в мирное-то время, в общем, ходит в России почти свободно. Ну, а во время широкомасштабной войны, безусловно, это все дело становится еще проще. Плюс есть люди, которые с этой войны, значит, понятно, что у них там может и голова поехать, и плюс мы же понимаем, что они набирали там и преступников, уголовников из тюрем, у которых довольно странное может поведение. То есть здесь на самом деле может масса совершенно объяснений, почему люди в камуфляже там кого-то пытаются задержать или что-то там ответить. То есть в этом смысле пока... Я, кстати, вот эту историю не видел, то есть я не знаю детали в результате, чем это закончилось и что там объясняли. Но на самом деле, видите, палитра настолько широкая, что если не знать конкретно какого-то отчета, то даже невозможно сказать, откуда ноги растут, потому что они могут расти из 25 направлений сразу. Сергей, я очень хорошо вспоминаю, что когда был бунт Пригожина, мы тоже с вами говорили, это год назад как раз, и вот мы тогда говорили, да и регулярно вспоминали, что Путин это существо, которое панически всего боится, у него много фобий. И вот правительство внесло в Госдуму поправки об ужесточении наказания за вооруженный мятеж. Изменения предусматривают лишение свободы сроком от 15 до 20 лет организации и руководства мятежом за участие до 20 лет, что интересно. Также законопроект предусматривает освобождение от уголовной ответственности в случае, если участник мятежа помог предотвратить вот этот мятеж. Я так понимаю, что как-то поздно, год после мятежа, я думаю, это будет быстрее, но все же есть страхи и паника у Путина после этих вооруженных мятежей Пригожина. Да, безусловно, есть. То, что поздно, это лучше поздно, чем никогда. И Путин вообще не любит делать что-то очень быстро, потому что того же самого Пригожина его убили только два месяца спустя после мятежа. То есть там тоже выждали, там сначала все успокоилось, их надо было разрушить всех, потом надо было раскидать по Беларуси и по Африке. Потом, когда они все успокоятся, Пригожина поймали на том, что с ним стали делить деньги какие-то. И когда он успокоился и поверил, что все серьезно, судя по всему, он летел на встречу прямо с Путиным. Ему сказали, что вот там Путин с тобой хочет встретиться. Потому что иначе бы они не сели бы в один самолет, они бы не полетели бы. То есть есть такая версия, и она вполне логична и вполне правдоподобна. То есть на самом деле Путин в этом смысле целенаправленную ведет работу. Потому что я вам напомню, что, кстати, досье, например, и фонд Навального делал расследование про Тимура Иванова год назад. И его сняли в результате только через год назад. Опять же, чтобы не показать, что это вот, видите, мы, значит, воспользовались вашими расследованиями и по этому поводу сейчас его снимаем. То есть это и так может быть, чтобы это разнести во времени, чтобы это не было как бы реакцией на Пригожинский путь. Что типа у нас, ну просто вот мы уже в стандартном режиме работаем над этой тематикой, давно хотели изменить чужое законодательство, просто вот сейчас пришло время, чтобы его изменить и так далее. Они в этом смысле, может быть, поэтому тоже ждут долго и разносят во времени, чтобы не было связки с прямой, потому что если бы они это приняли в сентябре прошлого года, то было бы понятно, что это прямой ответ на Пригожинский путь. Вот вы вспомнили, Сергей, об Тимуре Иванове и в СИЗО умер предприниматель, извините, Игорь Котельников, который якобы должен был дать показания против Тимура Иванова. И что удивительно, и цинично опять-таки же, потому что умер он от того, что оторвался от тромба. Какая-то очень популярная версия смертей в России, мне тоже это как-то показалось удивительным, что опять оторвался тромб. Ваше мнение, Сергей, вот все, что сейчас происходит вокруг Минобороны, Тимур Иванов, вот этот Игорь Котельников, предприниматель тоже умер, загадочно, также там Шойгу устранили, после этого начали там сажать, искать. Вот что пытаются сделать? Что это за противоборство? Кого с кем? Ну, это отдельная история. Сначала давайте поговорим по поводу смертей. Нельзя, опять же, исключать из того, что просто это и естественная смерть. Да, потому что человек, которого посадили в тюрьму, его плохо кормят. Он находится в не самых хороших, в хороших условиях содержания. На него оказывается воздействие, в том числе психологическое, на него давят следственные органы, требуют от него там каких-то, значит, показаний на кого-то и так далее. То есть на самом деле это очень большая встряска физиологическая для человека. И человек может просто не выдержать, у него сердце может не выдержать, у него может там и голова поехать, и просто там сердечный приступ совершиться. То есть это вполне себе бывает. То есть вот в этом смысле нельзя сказать, что эта смерть такая уж неестественная. Да, потому что вот неестественная смерть, это когда у человека все хорошо, он там с детьми поехал, я не знаю, там в Диснейленд, и там умер от сердечного приступа. Вот это было бы странно, да, потому что если там человек с женой пошел на какой-нибудь там на оперу или балет, значит, или там в ресторан хороший, и там, значит, внезапно умер. Вот это было бы неестественно. А человек, которого посадили в тюрьму и требует от него показания, причем человек до этого там, я не знаю, находился в отличных условиях, да, у него там дача была, у него все было в шоколаде, хорошие машины, красивые девушки, там, я не знаю, или мужчины, в зависимости от того, что ему там нравилось, вот, и так далее. То есть здесь нельзя сказать, что это ненормальная реакция организма, потому что сами условия содержания были ненормальны. То есть как раз реакция организма вполне может быть. С другой стороны, мы не исключаем и то, что его просто довели до этого, это есть даже такой состав преступления, доведение до самоубийства, доведение до смерти. Вот, то есть здесь исключать вообще ничего нельзя. Вот, а дальше по поводу того, что кто у них там кого как сажает и кто на кого давит, здесь много есть историй. То есть, во-первых, у них есть само по себе есть конкуренция внутри себя. То есть, когда идет война, значит, есть возможность своровать огромные миллиарды, и, естественно, идет огромная конкурентная борьба за эти миллиарды. То есть, грубо говоря, шакалы просто увидели, там, я не знаю, большой-большой каркас мамонта, и каждый хочет укусить большой кусок от этого мамонта российского бюджета военного. Вот, и, естественно, они дерутся между собой за то, чтобы откусить больший кусок. Вот, я это откушу, тебе не дам, там, и так далее. То есть, в этом смысле исключать абсолютно ничего нельзя. Вот, но, с другой стороны, если смотреть объективно, то все истории с посадками в Министерство обороны, они на самом деле работают против Министерства обороны и против Российской Федерации, потому что вроде бы там такая цель-то благородная, как бы, объявляется с точки зрения Путина, наведение порядка, там, я не знаю, борьба с коррупцией, там, и так далее. Но, на самом деле, когда у вас там пересаживается половина центрального аппарата Министерства обороны, то понятно, что это Министерство перестает работать. Там просто никто ничего не делает, все ждут, когда назначат новых начальников. Новые начальники неизвестны, как будут себя вести, новая метла всегда по-новому метет. Вот, со старыми начальниками все знали, как работать, все знали, сколько им заносить, куда заносить, в какой валюте, когда, за что и так далее. С новыми начальниками неизвестно, плюс эти новые начальники говорят, что они борются с коррупцией, а это значит, заносить вроде им нельзя, иначе там сядешь, тебя еще могут посадить, а если не заносит, и нельзя заносить, то и ничего не делается, потому что нафига мне-то делать там какому-нибудь там предпринимателю какой-то проект, если у него нет отката за него, и так далее и тому подобное. И вот создается у меня вообще впечатление такое, есть такая одна из конспирологических версий, что вообще это вот один из кланов, который условно можно назвать такие рациональные технократы вокруг Путина, которые просто хотят сорвать ему войну, и таким образом сделали все, чтобы просто раздербанить Министерство обороны. И вот если вы проанализируете все, что происходит за последние два месяца, то эта версия вполне рабочая. Да, Сергей, также бы хотел вас спросить о словах Кирилла Буданова, главного в нашей разведке. Вот в последнем интервью он сказал, что попытки на ликвидацию Путина были, очевидно, они не увенчались успехом. Как вы считаете, насколько это сложно, вы причастны к разведке, вы знаете больше однозначно, чем наши зрители, насколько сложны эти операции, и регулярно ли они прорабатываются? Вот там они знают, что Путин должен куда-то лететь. Каждый визит Путина куда-то рассматривается потенциально как привод того, чтобы разработать какую-то операцию против него? Ну, во-первых, когда руководитель разведки выходит в публичное пространство, это ненормальная ситуация. Потому что вот я работал в КГБ и в службе внешней разведки, и никогда никакой шабашин, никогда никакой крючков, никогда никому не рассказывали. Они никогда не делали конференции, пресс-конференции, говорили, что вот у нас там есть, значит, крот в Белом доме, и он дает нам всю информацию, и мы все знаем, что происходит в Белом доме. А вот Кирилл Буданов постоянно крутится перед камерами, постоянно это произносит. Поэтому для меня тут объяснение однозначное совершенно, и единственное это то, что Кирилл Буданов троллит таким образом Кремль, и троллит таким образом службы специальной Российской Федерации. Потому что когда он говорит, что мы проводили на Путина покушение, но до сих пор они не удались, то это странное заявление, потому что если они не удались, то тебе как бы надо молчать, потому что это, в общем, не самое приятное. Получается, что ты не умеешь организовать свою работу. А если бы они удались, то мы все знали, потому что мы видели там Путина мертвого. И это странная ситуация, когда начальник разведки выходит и говорит, мы организовали покушение, но они не удались. И тем более, когда еще до этого он говорит, что Российская Федерация пытается организовать покушение на нашего президента, они прям тоже не удались. Но вообще это ай-яй-яй, нехорошо. А потом сразу говорит, а мы сами вообще-то организуем покушение на Путина. То есть это на самом деле очень странное заявление Кирилла Буданова, я его неоднократно уже говорил. И для меня это однозначно совершенно просто ипсо главного управления разведки Украины, которое просто троллит откровенно и публику, и особо, самое главное, Кремль, и спецслужбы, чтобы они там все пересобачились, чтобы они все переругались, чтобы они там занялись поиском этих кротов у себя и во время этого поиска, естественно, они будут парализованы и у них ничего там не будет работать. Вот такая же история, кстати, с этим самым с военным летчиком, который якобы там у него там значит проснулась совесть и он сдал всех своих начальников 22-й дивизии дальней авиации в стратегической Российской Федерации ГУРу и теперь там знает всех поименно. Вот я убежден абсолютно, что ГУР знал и так их всех поименно и без всякого этого летчика или там давным-давно у них появились эти и фотографии, и звания, и должности, и послужные списки и так далее. Просто надо было легализовать это дело и поэтому придумали этого самого летчика, тем более картинка красивая, значит, вот разбомбили детский госпиталь и тут вдруг, значит, нашелся такой военный, вот такой настоящий, правильный, у которого, значит, сердце болит и он, значит, все это дело слил Украине. Я в это дело не верю ни одной секунды. Вот, я знаю, что по опыту работы, что все это не так делается, что если есть такой источник, его оберегают, его никому не показывают, больше того, у вас уже есть один печальный опыт, значит, с военным летчиком, который пригнал в Украину вертолет, ему выдали денег, ему дали паспорт, он уехал в Испанию и там его благополучно убили, да, потому что он не соблюдал меры безопасности и так далее и тому подобное. То есть в этом смысле я не верю ни в одной секунды в то, что Кирилл Буданов говорит на публике по поводу этих покушений, по поводу этих летчиков совестливых, по поводу, там, я не знаю, еще каких-то вещей, потому что для меня это, как для бывшего сотрудника службы внешней разведки, абсолютный троллинг просто. Это ИПСО. Вот я понимаю, зачем это делается, но с точки зрения профессиональной, разведческой, здесь нет никакого смысла. Сергей, большое спасибо за этот разговор, спасибо, что нашли время в воскресенье поговорить важные экстренные вопросы, в том числе и покушение на Трампа, и процессы внутри России, конечно. Спасибо вам большое. Спасибо. Нагадаю, нашим ночам з нами был Сергей Жирнов, эксперт-обитник КГБ и внешней разведки Росейской Федерации. Обовязательно поставьте лайк, подписывайтесь на YouTube 24, на YouTube-канал Сергея Жирнова, и, конечно же, коментуйте и запитуйте самыми конструктивными запитания будем озвучивать в наступних наших розмовах. Мене звати Ігор Гаврощак, ми з вами побачимось в ефірі 24-го каналу. Субтитры создавал DimaTorzok